Поскольку ты человек публичный, о тебе было много написано и сказано, говорили о твоих безумных романах с Лерой из Музабоза, с кем-то из блестящих, со всей группой блестящие одно время. Это правда или неправда? Ну, это правда абсолютная. Проблема в том, что ты долго живешь с одними людьми в одном пространстве. Ты со всеми блестящими жил? Нет, со всеми... С кем же я не жил, да? С кем же я не жил. Не, ну как, жил, жил. Я напивался виски, и там уже заживешь и Сюра Шатунова. После тех гастрольных дел, которые я вытворял, там Шатунова уже поцелуешь губы, уже там уже не разбираешь. А, кроме Оли Орлова и Жанны Фриске. Жанна Фриске меня пугала... Почему не с ними? Она мне нравилась, но Жанна Фриске, она бодибилдинг в Бухаресте такой. Я как-то... Все-таки мне кажется, что вот какая-то субтильность... А у Орловой момент, когда были блестящие, был Дима Грибаков, директор в ту пору группы, и в нашей компании есть табу. Ты делаешь все, что хочешь, но на чужих жен, на чужих подруг не зарится. Никогда ты не ступаешь на эту территорию. А если ступаешь, в Тушинском лесу еще много свободных мест для холмиков. Никогда ты не лезешь к чужой жене и к чужой подруге. Ты можешь хихикать, юродствовать, шутить, но ты не должен, чего мы, старые пердуны из Грузии, ну, в моем клане сопрано, терпеть не можем. Это когда кто-то лезет к чужой жене и к чужой подруге и делает это без церемонно, без пардона или Марципанова за спиной. Этого не будет. Поэтому у Оли Орловой нет. Со всеми остальными... Грешен! Да!